ну че там пацаны обзор на бешку снимаем полетели пацаны сэр пацаны пацаны спирт пацаны всем здорова вы на канале поршень покинул чат я вадик стиви и сегодня мы снимаем обзор на мою тачку бмв е39 трехлитровый дизель м57 это не простая машина это мой мини проект моя мечта которая сбылась в общем как началась вся история с этой бэхой ездил я себе спокойно на ауди ездил такой думал блин чё-то мне audi a4 но не заходит бассейн вы кстати и видели предыдущих выпусках она набрала довольно таки немало просмотров езжу езжу и думаю чё-то мне ну не хватает немножко не мое мощности мало салон типа ну не особо комфортный думаю что-то другое нужно присмотреть и как-то вот мне всегда когда 39 бэхи пятерки проезжали вот как-то они мне вот западали потихоньку в душу потихоньку потихоньку это желание накопилось и эта тачка стала моей мечтой я мечтал не просто 39 бэхи я мечтал белой 39 в м-пакете с кожаным салоном ну и там всякими другими примочками в общем купил я ее в м-пакете такую как вы видите но немножко чуть-чуть хуже она там была там фары не отполированы это все не поменяное что у нас передний бампером пакет задний бампером пакет двигатель 3 литровый дизель м-57 в стокке он был 193 силы до данный момент он чипованный без егр а без катализаторов и с чипом 240 сил 240 250 где-то в том районе еще не загонял на не загоняли на проверку но где-то в том районе давайте посмотрим чё у нас под капотом находится а под капотом у нас легендарный м-57 двигатель 3 литровый дизель 6 рядная шестерка шикарный двигатель я именно целился именно в этот двигатель потому что насколько я знаю он надежный мало жрет чугунный блок дает о себе знать потому что ну здесь проблем в основном обычно по нему никаких нет что я делал по мотору изначально самый большой ремонт у меня был примерно полгода назад это кольца и вкладыши почему я его сделал потому что проверили компрессию компрессии нет компрессия была ну в общем низкая была диагностировали сняли головку посмотрели что что куда кольца менять ну и уже там вкладыши были в таком типа более менее состоянии но лучше уже если уже все разбирается то лучше поменять поменяли вкладыши поменяли кольца спланировали голову новая прокладка ну соответственно все там еще много всяких там у этих ущелек как они называются по нашему прокладки разные там прокладки колечки чтобы ничего нигде не текло что делался делалось егр убирался полностью заслонки поставленные также как только я ее купил вихревые заслонки в впускном коллекторе сразу убрались в общем один из больших ремонтов это наверное один то есть ну больше ремонта особо никаких не было это такой самый самый максимальный самый обширный обошелся мне в 2000 долларов 2000 долларов это уже учитывая с работой учитывая запчастями и всем остальным кстати говоря компрессии не было но я вообще даже ну не думал она и ехала нормально все было в порядке в принципе проверили компрессию компрессии нет почему проверяли кстати компрессию коробка здесь меня на я был автомат сейчас здесь мануал все время после замены коробки то есть поменяли коробку это длилось два месяца вся замена и двигатель начинает на холостых оборотах просто трясти трясет всю машину не только ответили трясет просто всю машину меня это ужасно раздражало я не мог найти проблему примерно не знаю год где-то вот я ездил меняли одно второе третье прошивку третье три мат трое мозгов менялась потому что думали что это прошивка форсунки а за форсунки забыл сказать все шесть новых форсунок я купил бошевских оригинальных форсунок форсунки поменялись не помогло думаю надо уже смотреть не знаю может грм перескочил может быть непонятно что там короче вскрыли диагностировали по залегали кольца нет компрессии поменяли кольца все все сделали ничего не помогло трясет машину дальше я в шоке бабок просто вот так вот выдал ничего не помогло в итоге пришли выводу но это я очень сильно все сокращаю весь процесс чтобы вам долго не нужно было смотреть пришли к выводу что на масляном фильтре где-то там в районе масляного фильтра есть такое резиновое колечко его не было этого колечка и в общем из-за этого трясло машину то есть ну сама по себе стоимость ремонта обошлась там 20 злотых этого колечка 20 злотых это четыре доллара а я сюда ввалил четыре тысячи долларов и ничего не помогало я не уверен конечно что это ну на самом деле так но по крайней мере я своему механику верю вам не сказал что это ну можете там хейтить и так далее но есть как есть че еще было поменено тек постоянно антифриз полностью антифризовые поменялся термостат термостат поменены все поменяно и мы в принципе здесь скорее всего по мотору все двумасовый маховик поменены и сцепление поменяно кстати думали что это тоже трясет за сцепление из-за двумасового маховика потому что я после замены коробки поставил новый двумас новое сцепление думали завода какая-то ошибка ну завода какой-то косяк поставили сюда бушное другое сцепление но то есть нормальное один хер не помогло трясло в общем вся была проблема в колечке на масляном фильтре фары синоновые в них я поменял ринге внутри там немножко покрасил вот эти вот боковушечки они были желтого цвета мне желтый не нравится кстати вот эту тоже хочу поменять потому что желтый мне как-то не особо заходит потом с ключа сделал вот так нажимаешь на ключ засветились машина открылась машина закрылась и они потухли это вся приблуда вот она здесь проводов но на самом деле сам все делал сам все подключал вот она идет отсюда туда 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 плюс здесь еще резистор потому что на эту фару она не как бы работала но светилась вот эта желтая лампочка то есть компьютер не видел что что-то горит поставил резистор греется он конечно как тварь последняя поэтому посадил его на термопасту и кузову и в принципе нормально проблем никаких нет ну чё с мотором вроде бы все закончено перейдем к салону снаружи это более-менее такая обычная бмв стоковая но внутри здесь ну кто-то скажет за колхожина кто-то скажет прикольно интересно ну я не гонюсь за тем чтоб машина была полностью в стоке поэтому ну немножко здесь доработал своего и под себя так скажем руль перешиты кожа обычный рулем пакетовский просто перешиты не здесь немножко перекрашенная здесь тоже перекрашенная дальше сиденья перешиты кожа сиденье с бмв е38 комфорт электрические с подогревом ну то есть максимальный комплект с заламывающейся спинкой то спинка спинка вот заламывается меняется под себя ну и соответственно все даже даже подголовник выше ниже опускается то есть тут именно я выбирала от е38 сиденья на нашу бы электрический из подарен дальше ручка помена из китая металл кстати хорошие хорошее качество нормально перешита тут тоже перешита красная нитка и экран помененный на китайский с максимальными расширениями там я точно не помню в общем самый максим работает быстро четко красиво под оригинал сделаны дальше приборка приборка и надо уделить отдельное внимание приборка делана на заказ именно выбиралась лично мною дизайн цвета я потому что ну кто скажет вроде бмв вроде audi хотел audi купил бмв но мне нравится просто красный и белый цвет поэтому поэтому так тут сразу можно перейти кто заметил датчики то есть показывает давление масло 0 но это потому что мотор разогретый здесь у нас давление масла температура масла и температура охлаждающей жидкости не могу сказать что они точно показывают данные но плюс-минус я могу ориентироваться с этим стоковым и с этими например ну в любом случае это точно не помешает если какая-то авария я могу например быстрее немножко заметить проблему дальше переходим цвет я думаю все заметили что цвет нету оранжевого цвета нигде это тоже тоже все было специально под меня потому что мне оранжевый вообще не нравится он не вкатывает здесь тоже кстати должен быть быть белый цвет но лампочек вот таких я еще пока не нашел нормальных круиз-контроль все здесь меняется с например звук меняет тоже там можно переключать песни можно переключать круиз-контроль работает все все сделано то есть нормально коврики тоже необычная немножко его короче не буду рекламировать коврики такие более менее цена правда у них не маленькая идем дальше потолок черная ликантара перешит и это я просто перекрасил за зачухал и перекрасил черный матовый цвет здесь тоже это все перекрашивал черный мат тоже перекрашивал ручки тоже перекрашенные черный мат стекло с автоматической стекло заднего вида с автоматической регуляции день ночь здесь тоже все на красный помена оранжевого ответа нету потому что бесит по кузову кстати при покупке мне тоже понравился понравилось состоянии машины потому что он ржавчиков там вообще минимальное количество их практически нет не знаю как правда это за столько лет возможно но тут с этим делом все в порядке проверял ее толщинометром на лак не было окрашено то есть там показывала что-то 150 как он там микрон или как-то там ну в общем 150 или 200 это это значит без шпаклевки может быть они конечно второй раз и красилась но я все-таки в этом сомневаюсь по кузову есть там небольшие косячки вот типа таких вот маленьких вмятин до этого еще к сожалению не дошел типа вот еще такой косячок ну это я сам пытался подкрашивать короче здесь накосячил здесь накосячил получилось как получилось дальше что капот немножко здесь вот в этом месте это еще когда я покупал при покупке владелец я не знаю или предыдущий или врезался какой-то столбик или еще что но здесь не серьезно конечно но в любом случае зазор здесь поменялся капот немножко чуть-чуть погнулся но это я думаю сделаю в скором скором времени бампера оба оригинальные оба им пакетовские вроде бы как бы с завода она шла в белом свете это по-любому а вот шла ли она завода с оригинальными м пакетовскими бамперами это не факт руль там был м пакетовский салон тоже ну в общем я не могу стопроцентной гарантии сказать что это пакет завода я думаю скорее всего то есть там до долаживалось это все дело косячки тоже есть там отваливается немножко защита потому что он видно предыдущий владелец ездил на больших дисках которые сюда но не особо подходят у них это было слишком большое поэтому там где-то затирала где-то подъедала но это тоже в скором времени поменяю стеклышки складываются электрические эти вот только недавно давал на покраску покрасили защитные листвы листы эти защитные ну а так в принципе ну как видите типа ржавчиков никаких особенно особо заметных нету тормозные диски вентилированные нарезанные ну в них особо такого ничего особенного нету это средняя полка ничего такого тормозная система тоже стоковая все в стоке стекла вокруг все оригинальные по моему даже затемнение оригинальное не уверен не могу сказать точно но по моему да чё еще ну диски 19 japan racing jr-11 именно именно эти я искал именно эти я хотел покупать потому что ну вот я вот как-то ну вот сплю вижу бля моя бэха на этих дисках я их искал 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 и вот я их нашел продавец правда не очень классный пацан потому что немножко меня намахал но это уже ладно такое дело скал что резина вся классная резина все четко короче вся резина полный хлам пришлось покупать другую купил я не новую потому что новая резина сюда стоит охренеть каких бабок например bridge stone такого размера такого радиуса такая ширина это примерно 400 баксов за один один скат одну резину 400 баксов вы понимаете это 1600 баксов за комплект долбаной резины это слишком дохрена поэтому я взял бушную да она не супер классном состоянии но по крайней мере мне не жалко на этом не знаю боком подавать я конечно боком не супер классно даю и не супер часто но иногда там бывает дальше глушитель здесь не помню точно какое короче отдавал своим работягам индусом чтобы они мне его переварили потому что он у меня шел получается не вот так вот ровно как он на данный момент а он шел вверх не это ну не нравилось он шел вверх поэтому мне приварили приварили вот так и там снизу значок снизу значок они короче переварили не с той стороны значок должен был быть сверху значок теперь снизу ну хрен с этим значком вторая проблема которая появилась после этого глушителя это то что он трет на бампер и бампер вот здесь немного плавится и я думаю вы слышали звук машины такой цока такой я сейчас заведу послушайте а ну на микрофон ну то есть в общем вот слышно слышно как она бьется вот здесь если сделать вот так то все нормально если оставить так то все ненормально поэтому нужно скорее всего ну трубы мне нравится но они сюда просто не влазит мне на самом деле жалко резать бампер им пакетовский оригинальный и я думаю поставить сюда другие поменьше немножко либо ну в общем что-то там скорее всего нужно переделать также снизу она в принципе не ржавая нормальная ну давайте проедемся скажу вам свои впечатления и общее общее короче впечатление от этого автомобиля полетели из ошибок у меня на данный момент горит abs и подушка abs появился недавно я скорее всего думаю что это из-за того что там датчик немножко поврежден у меня уже это было потом пропало теперь опять появилась скорее всего из-за этого подушка ну подушка это такое дело по моему подушка в сидение водителя этим меня сейчас пока времени особо нету заниматься поэтому я этим не занимаюсь как она мне вообще по комфорту на самом деле машина пуш место здесь реально нормально у меня рост метр восемьдесят шесть восемьдесят семь мне реально хватает здесь место с головой комфортно я вчера ехал проехал я 700 километров ну реально комфортно ехать ну чувствуется что это класс достойный поэтому очень часто эти машины брали в какие-то поездки там дальние и так далее это понятно почему потому что здесь комфортно и удобно даже я не буду говорить что на этих сиденьях от е38 даже на старых сиденьях без там электричество без ничего реально было удобно места хватает место на ноги вместо на все ну единственно когда я вот влажу с машины то немножко коленями об руль задеваю это меня немножко расстраивает расстраивает управление управление шикарное после audi ну реально я не сказал что типа audi классная тоже машина мне все нравилось есть и так далее но когда я пересел на бмв после 4 audi но я разницу почувствовал не скажу что прям супер существенную но разница была потому что управлять реально как-то чувствуется более спортивность спортивность ощущается понятно динамичность тоже потому что здесь мотор трехлитровый там было у меня двухлитровый турбированный здесь трехлитровый турбированный подвеска очень хорошо работает шумоизоляция я бы не сказал что классная мотор ну слышно слышно как мотор ревет здесь салоне немножко это надо раздражает аудиосистема здесь у меня стандартная музыка реально классно работает может быть это из-за этого радио китайского радио кстати это ну с высшей полки то есть она мне обошлось что-то около 600 баксов 600 баксов примерно я заплатил за радио на максимальных расширениях там максимальный процессор максимальное количество оперативной памяти сейчас я вам покажу как она разгоняется не скажу что прям типа я этим супер там доволен и так далее ну поначалу да когда я в нее первый раз сел то первые два месяца блин тачка реально валит круто четко и так далее сейчас здесь как бы вроде 240 сил я их не мерил точно не мог сказать но после чипа должно быть примерно 240 ну мне уже не хватает на самом деле не хватает хотелось бы ну может 350 400 это было бы думаю ну вообще четко хотя потом все равно три месяца пройдет я блять захочу 550 сожалению человек такое создание что всегда будет мало всегда будет не хватать и я один из этих человеков которым всегда будет мало и всегда будет не хватать поэтому лошадей уже здесь можно было бы и побольше добавить что еще передачи переключаются нормально было похуже немножко там заедало потому что здесь стоит шифтер и они типа укороченные передачи не так как в обычно они там то есть чтобы ты тут нужно немножко дальше их засунуть здесь короткая то есть все нормально единственное что задняя задняя иногда плохо заходит это уже думаю ладно хрен с ним приучился уже нормально в принципе боком на ней можно раздать это не проблема даже на 285 резине боком раздать можно немножко кстати говоря подымливает ну как немножко дымит нормально короче дымит она нормально черным дымом я думаю это потому что чип тюнинг без катализатора и без игр а сейчас покажу как она сзади мусора в нету нету спереди должен все попробуем дать в пол ну вот она не держит сейчас держит сзади этом закоптил ну сотка я не знаю сколько там секунд может всем может 6 6 наверно мало но очень разгоняется она нормально порядочно больше я не хочу летать по городу потому что права забирают быстро а мне они нужны коптит реально коптит потому что ну экологии здесь нету вообще плюс чиповка то есть соляры залетает много возможно она не вся успевает сгорать и поэтому поэтому она коптит ну я думаю это нормально трехлитровый дизель без экологии не вижу здесь никакой патологии так скажем камерки стоят которая снимает одна салон снимает 1 снимает вперед ну салон это потому что я раньше на ауди на такси ездил какое-то время определенное поэтому я купил такую чтобы снимала еще в салоне для безопасности но здесь она уже стоит тупой стоит магнитики чтоб телефон один-второй то у меня три телефона поэтому магнитик 1 магнитик 2 по поводу этой стойки немножко обзор но мешает немножко обзору но я уже привык в принципе нормально зато выглядит прикольно выглядит сразу такие чуваки такие подъезжают на тачках серьезных такие ну это бля обычная бэха такие смотрят опа а может быть и необычная бэха и уже такие бля может может не пробовать с ним стать я такой думаю бля братишка давай короче не становись со мной потому что я тебя сейчас по-любому разорву хотя я знаю против какой-то там блять м5 понятно что это же какой-то м5 там он обычный кто там четырехлитровый какая-то тачка на меня все равно чпокнет но вот это немножко дает себя себе знать чуваки такие задумываются бля может у него тут еще комп стоит на котором он сразу оп накладывался я прошивку поменял и тут тачка такая 600 сил и полетела потому что ну сзади такая резина стоит как будто я не знаю как будто она у меня 600 сил но на самом деле здесь просто 240 сил и на светофоре на самом деле каких-то более-менее серьезных тачек с серьезными моторами то я никаких не сделаю ну обычных городских делают только так какие-то там блять сайт чем-то это ладно шучу если чем-то ну какие-то там audi a4 там всякие даже трехлитровые какие-то тоже она может в принципе сделать потому что ну получается у меня здесь стейдж стейдж один ну в общем я не особо профессионал в этих стейджах ну по-моему здесь стейдж 1 а возможно даже стейдж 2 потому что нету катализаторов и эгера но по моему стейдж 2 это уже когда нету когда есть интеркулер и турбина гибридная а может быть это уже и стейдж 3 ну в общем ладно в комментариях вы можете меня поправить и подсказать чё к чему расход кстати говоря расход я съездил вот до варшавы вчера и обратно всего я проехал 650 километров за 650 километров она у меня захавала пол бака короче захавала она у меня примерно 38 литров считайте сами 650 километров 38 литров ну типа там расход 67 литров по трассе 67 это на чипованном моторе ну это реально это реально классный показатель с учетом того что я ехал не 90 я ехал примерно средняя моя скорость была 120 здесь 5 ступенчатая коробка передач и на 5 передачи у меня это уже было ну 2 500 оборотов по моему где-то так то есть здесь бы конечно не помешала 6 ступенчатая коробка 6 ступенчатая коробка потому что можно было бы ездить побыстрее ну я не любитель там быстрой езды поэтому мне в принципе и и с хватает но можно было бы немножко поэкономнее на высоких скоростях ездить на 6 ступенчатой коробке передач я конечно еще хотел очень сильно хотят чтобы здесь был люк но многие мне говорят что лучше без него потому что он приносит часто много проблем то есть засоряются там эти водостоки засоряется там много всякого короче и электроника из-за этого зависает проблемы с этим в общем так что лучше скорее всего что мне повезло с люком его нет и хрен с ним пусть так и будет я думаю что машина необычная в м-пакете белый цвет таких на самом деле немного я стремился всю жизнь к тому что ну всю жизнь я все время хотел чтобы такая тачка была только у меня и у майкла джексона поэтому это еще не все я буду еще дорабатывать к сожалению придется еще вкладывать еще больше бабок она и так у меня хавает бабок немало но все для души если мы живем и не можем себе позволить того чего хотим то ну зачем мы живем я вот захотел я сделал и я от этого кайфу и она мне приносит реально много удовольствия кайфа ощущений позитивных поэтому я думаю ну это все не зря это все не зря если вы хотите более детально послушать про эту машину нет проблем я могу рассказать потому что здесь ну много нюансов таких чуть чуть поменьше я не сказал пишите в комментариях например обзор номер два или более детальная информация по этому автомобилю я вам ее предоставлю а я кстати немножко своей рекламы закину да если такая маленькая реклама от меня если вы находитесь в польше и хотите там податься на карту побыта или например если вы с казахстана там узбекистана этих стран и хотите сделать визу я могу вам в этом помочь обращайтесь под этим номером телефона и я помогаю людям в польше с работой с документами так что пишите ватсап в вайбер телеграмм на этот номер и я думаю я вам смогу помочь говоря у меня тоже есть youtube канал но на английском языке для ребят которые понимают на английском языке и людям интересна работа в польше жизнь в польше в основном я занимаюсь индусами и филиппинцами то есть иностранцами из азии но если вдруг вам будет интересно в описании будет мой канал заходите подписывайтесь контакты контакты тоже будут в описании под видео все ребята с вами был вадикс тиви на канале поршень покинул чат если вам нравился этот выпуск ставьте лайки подписывайтесь на канал колокольчик и ждите следующих видео до скорых встреч 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 до скорых встреч